Утилизационные проекты Плывут интеллектуальные фекалии Плывут по реке в том направлении, в котором полагается плыть Утилизационный проект прозревает в том смысле, что они не просто плывут так себе А становятся, скажем, как журавли клином И изображают из себя, что они здесь не просто стекают Но еще и занимаются красивым и интересным делом Что они не просто фекалии, но они еще живут, думают, дышат Именно под этим я и называю утилизационным проектом Вот именно такой способ построиться клином И куда-то там плыть Да, то есть на самом деле, когда я пытался тебе противоречить Я-то думал, что ты за стоишь Да я за, да я за, потому что так плыть, плыть клином Все-таки гораздо интереснее, чтобы плыть поодиночке И ни фигурно не художе Вообще говоря, в последнее время вообще наблюдают у тебя какой-то... Какой-то пессимизм странный Телегенцы говнонасы, как бы вообще вот эта фекальная тема, она у тебя как-то всплыла Да, всплыла, да, всплыла То есть, как бы, условно говоря, конечно, можно А так поворачиваясь направо и налево, говорит, что вот это говно И вот то говно, и вообще все говно Но боюсь, что это, может быть, характеризует больше того, кто так высказывает, чем то что Не, возможно На что ты обращаешь внимание? И чувствовала такое, знаете, ну не то, что мне удовлетворенность, чувство усталости уже, по ручке Вроде бегал, ходил, играл, лапокс Да, причем Игорь-то на самом деле ведущую роль там играл, как бы, я-то был участником событий Ходил, играл, а ощущение вот такой опустошенности и бессмысленности, понимания Ну какая разница, в какой форме ты плагашпарика Ну пропул так, да То есть на самом деле, когда я рассказывал о технологии, да, знании реактор Там, об этих расстановках и этих стратегических игр, на самом деле Надо было как-то почувствовать в этом рассказе нотки пессимизма какого-то, да, общего какой-то усталости, да? Ну, наверное, надо было почувствовать Потому что ты как-то так бодро рассказывал, как здорово мы играем Меня просто попросили сказать еще несколько слов, что я понимаю подвести Нет, просто какой-то вывод подвести, потому что из того, что ты говорил, мне показалось, что ты... Мне больше всего показалось, что все-таки, что всякие события, это гораздо больше утилизационный проект, чем что-либо другое По слову, утилизационный проект, а слово ути в смысле муссов Да, да, да То есть это... То есть в смысле того, что сдавать его ути Да, вот есть интеллигенция, как говно нации, да, вот... Надо же куда-то ее, условно говоря, слить Да И вот... А она не хочет просто так сливаться Да, она хочет... Она хочет... Да, да, она хочет влиять на судьбу мира, да? Да, и когда у тебя мышцы атрофируются, они всегда требуют для себя какой-то родной нагрузки Это нагрузка, псевдонагрузка И здесь точно так же, как бы игра она получается Почему она утилизационная? Потому что это тоже псевдонагрузка Потому что это утилизационный проект Вот это в первую очередь, что мне показалось Что ты... Мне кажется, Сергей, ты слишком резко, как бы, говоришь, да Я понимаю, конечно, что во многом, как бы, у нас получается, что наши оценки сходятся, да Что я тоже считаю, что это игра Вот именно вот в том детском смысле, да Это не реальность какая-то, да Это ни на что эти люди не влияют Они просто разыгрывают некие ситуации Да, может и влияют Может и влияют То есть, давай тогда так разговаривай То есть, ты считаешь, несмотря на то, что это утилизационный проект, что все-таки это технология Да, в основе ее лежит определенного рода технологии То есть, ты считаешь, и на что-то они все равно влияют Вполне возможно, что на что-то влияют Даже так То есть, несмотря даже на то, что это ничто реальное И что люди там занимаются Относятся к этому серьезно Когда ты плывешь вниз парке, ясно, что ты на что-то влияешь Что ты не просто так плывешь В этом и есть еще определенное Не, вы заметите на самом деле саму ситуацию То есть, Игорь считает этот проект утилизационным не потому, что он как бы там глупый Представляет собой, как вот я считаю, детскую игру А несмотря на то, что он является достаточно серьезным И может быть влияет на судьбу мира И может быть действительно там достигается некое понимание того возможного будущего Которое там, ну, некие альтернативные проекты будущего рассматриваются Несмотря на все это вот возможный Несмотря на всю эту возможную продуктивность Тем не менее, заметьте, да Тем не менее, проект является утилизационным То есть, какое-то здесь есть противоречие Потому что, если это серьезная игра Если она действительно влияет на судьбу мира То, мне кажется, так относиться к делу нельзя Я-то считаю, что это игра И что люди себя тешат Что они на самом деле находятся в некой иллюзии Что как будто бы они на что-то влияют И как будто бы что-то здесь разыгрывается серьезное Как будто бы мысль может как-то изменить реальность Ты же начал с того, что мысль материальная И мысль изменить реальность А я-то посчитаю, сразу говорю, что мысль ни на как На реальность не влияет Нет, почему? Здесь в данном случае влияет Люди, так сказать, общаются, делятся мыслями Какие-то мысли они потом несут дальше в мир следующие Но только это не происходит Чем больше людей соберется там Если соберется там тысяча человек Понятно, что эти тысяча человек после этой игры Каким-то образом поменяют вокруг себя мир Это все понятно, но это не происходит так, как Игорь Да, не тот смысл, что тысяча человек собралось на площадь Дворцовая облака разогнала То есть это не магия, не магия А тут получается Люди изменились после этой игры Все получили новую информацию Такая всем-то магия, что собралось тысяча людей И облака разогнают Да, и речь идет о них и магии А собралось-то тысяча людей И они мир перевернули А чувак, который запрос На столб Типа того, что Как известно Этот вывецкий столбник Стал на столб Типа того, что Один человек поменял мир Да, и вывец унитрон Опять же, что интересно Игорь считает, что этот столбник Эффективен Буквально в реальном смысле Но только несмотря на это Он как бы Какими-то издевательскими нотками К этому подходит То есть несмотря на то, что он действительно реально что-то изменяет Он стоит на этом столбе Может быть выглядит с точки зрения современного человека глупо Но тем не менее Он что-то делает Он активен Мир меняет То есть я не настолько наивен Что говорить, что Хорошо намаленная икона Не обладает никакой магической силой Обладает Обладает Я говорю, что она обладает Вот мне вот это интересно Что несмотря на то, что Игорь считает, что магия реальна Ведь вещь идет о некой магии Собрались люди, да? Сыграли стратегическую игру И благодаря этому действию возникло некое магическое Да? И оно это магическое Где-то что-то изменило Изменило там в мире Расстановку некую изменило Надо просто поаккуратнее со словами То есть у нас просто определенное отношение к словам Там магическое там Не-не-не Магическое именно имеет тот характер Что магическое что это такое? Это когда своими действиями И прежде всего своими мыслями Ты меняешь реальность Я имею в виду Какими своими действиями? Не настоящими действиями А какими-то пасами там Знаешь там Какими-то там это главное например в сайте на столбе год never to me SEGA у Remove glucose может быть может в отдельном merchandising постам признанием человеков просто с � sìнногоспособного а простое так Graciasimo и стоять допустим 20 лет вот изменить он или нет и я считаю что возможно так не меняется я что несмотря на это все расчитать что это как в каком то отношении утилизационный проект к словам это тоже относится уступникам не так сильно уступникам мы не знаем тоже в смысле утилизационный проект взяли чувака на стоп загнали подожди я хорошо собираю для того чтобы понять все таки вот это вот понять твою утилизацию давай вот расскажи что бы означало неутилизация неутилизационный проект что бы мог означать вот допустим точно так же собрались люди там я не знаю специалисты что ли кто собрался как бы надо то есть чисто инженерное чисто инженерное знание взяли и космическую ракету построили или взяли и плут выкопали то есть реально мы можем в этом мире Да, ты можешь реально пытаться мир напрямую изменять. То есть у тебя есть определенного рода цели в мире. Тебя, например, готовят в качестве инженера, а после этого ты строишь ракету. Ты построил ракету, ракета куда-то там улетела, это неутилизационный проект. А теперь у тебя есть человек, которого обучение быть инженером, каким-то образом не хотит делать, чтобы он строил ракету. Во-первых, потому что она может обладать ядерным боезарядом, и сюда ты далеко не стил. И у тебя по каким-то причинам не надо, чтобы она не толновалась. У него есть определенное знание, потребности и компетенции. Эти знания, потребности и компетенции надо утилизовать. То есть спустить в унитаз, по большому счету. Просто-напросто взять и спустить в унитаз вот этого инженера. Талант его инженера надо каким-то образом, чтобы он не строил тело, занимался чем-то другим. Значит, это похоже на то, как раньше про монашество говорили, что были активные люди, которые верили в действительно Бога, поверили в то, что написано в Евангелии, которые хотели на основе этого Евангелия что-то сделать. Их надо было как-то утилизовать. Для этого придумано монастырь. Где можно было бы их энергию, как-то вот. Один из способов. Они там канализируют какое-то определенное русло. Наивным людям еще говорят некоторые. Если внушили случайно, что они свои монетры, и без простанных монетных подвигов, действительно, меняют них. А с точки зрения воды... Добились-то обратного результата. Не, ну ты же считаешь, что они меняют них все. В каком-то смысле с ним меняют. Но они меняют там. А вот с инженером как быть? Как его слить в унитаз? С тем инженером, который отбился от дел, так сказать, да? Не то, что отбился, даже он не нужен. Пожалуйста. Ну он не нужен. Не нужен. Ну что, возьмут, где-то построят. У него поставят боеголовку 50 мегатон, и она куда-нибудь туда долетит. Полетит. А еще ближе долетит. А она меньше, он не согласен. Еще и заверется. То есть быть там дворником каким-нибудь, он уже не согласен. Он может быть дворником, но ты его заставишь работать дворником. У тебя картическая твоя индустрия разрушилась, он будет работать дворником. Но у него будет определенного рода компетенции и знания, которыми он обладает, которые никому не нужны, они не нужны, но он ими обладает. Не нужны ни стран, ни миру, ни общество. Он же дворником работает. Он дворником плохим будет от того, что он хороший ракетный инженер. Но их надо эти способности куда-то спустить, их надо утилизовать. Их надо разрушить. То есть с ними их как-то наоборот. И нас с этим надо бороться. Самый гуманный способ, как говорилось, это прийти и его просто-напросто пристрелить. Но это нельзя. Да, ну циничная позиция у тебя на самом деле. Я согласен, что она реальная, в том смысле, что во многом так и происходит. Наши способности, мы как-то чему-то выучили, что-то знаем. Это система высшего образования. Работает, работает. Она выносит количество людей, компетенции которых, знания и искусство, обществу не нужны. И вообще не нужны принципиально. Их с ними как-то надо быть. Они же еще живые, что-то пытаются, что-то влияет. Ну вот. У них есть определенного рода потребности в чем-то таком духовном и в Игоре. Игорь, а как в таком абсурде жить? Это же абсурд. Вот самый настоящий абсурд. Ты всю жизнь готовишься к чему-то, а потом оказывается, что то, к чему ты готовился, никому не нужно. И ты в итоге должен этот абсурд сам потом в итоге всю жизнь поддерживать. Придумывать себе какие-нибудь вещи, оправдывающие твою жизнь. Говорит, да вот в чем состоит мой смысл жизни. Да я буду сейчас мыслями мира изменять. Сейчас вот стратегическую игру, как сейчас осуществлю. Да, да. Или стану великим блогером. Буду там, на судьбу мира там влиять. Буду писать. Ну, в Переследовании я учился-учился, а теперь я нашел способ, как свое знание спустить. Ну, не знаю, как он, что он об этом думает. У него, увидишь, его спросили. Он создал реактор, как игрушку, как-то в район баланс. Еще обратите внимание, при всем при том, что это не какие-то мысли мрачного какого-нибудь философа, человека, который приходит сюда, чтобы вот все и вся, так сказать, осквернить и захай, да, сказать, что вот то плохо, другое плохо. Вот посмотрите на него, там, он доволен жизнью, да, вполне, как бы, говорит спокойно об этом. Прекрасно понимает, что это его тоже лично касается. И ничего, как бы, то есть правду говорить легко и приятно, да, вот так вот можно было бы высказаться. Ну, это же, Игорь, как-то грустно. Ну, помимо всего абсурда, о котором ты вещаешь, на самом деле, похоже на правду, потому что, действительно, нас готовят, готовят, и мы учимся 10 лет в школе сейчас. Сейчас уже 11 учатся в школе, да. Потом, как бы, в институте, там, сидим, не знаю, что делать, протираем штаны. Потом, в итоге, как бы, оказывается, неудел. Потом, непонятно, куда как-то себя пристраиваем, а вот, действительно, один раз открывшаяся способность мыслить, да, вот эта вот потребность, она просто потом не прекращается. Ты постоянно должен что-то делать, так, подпитывается. Это свои мозги, да. Как бы, ты однажды, научившись мыслить, да, однажды, как бы, впитав и поняв, что в этом есть определенный уровень наслаждения, ты постоянно ищешь его, постоянно ищешь что-то такое новое, что бы тебя еще могло бы, там, привести в чувство. Да, и вот люди придумывают стратегические игры, знаньевые реакторы, там, кто-то на семинары философские, да, там, ходят, да, что-то еще такое придумывают. То есть, все это ты не рассматриваешь как то, что люди пытаются что-то сделать, да, вот есть некий, как вот я говорил об активизме, да, вот есть некое желание быть активным в этой жизни, потому что, когда ты становишься пассивным, ты просто чувствуешь, что тебя нет. Есть все, вот вещи есть, они на тебя напирают, а тебя нет, лично, вот тебя нет. То есть, ты так это дело не рассматриваешь, ты рассматриваешь это дело с другой стороны, что, как бы, изначально, ну, мы уже, как бы, вот, мусор какой-то, да, вот, и пытаемся изобразить, что мы, как бы, не мусор там, да, как бы, а что, а вот такая вкусная конфетка. Ну, да, да. Ну, это, я, мало того, что это самокритично, да, как бы, ну, ну, это возможная точка зрения, да, и, как бы, особенно, если взглянуть, да, все же познается через результаты, да, если взглянуть это и спросить, что вот, как бы, какие плоды от того, что вот мы проявляем активизм? Ну, какие могут быть плоды? Ну, пока никакие. У нас, в смысле философии, поле выровнено, там, вот, ничего не растет, там, никто не хочет, там, ничего делать, особенно так. Ну, и не только в смысле философии, в смысле, и сейчас действительно, вот, и в науке уже, там, как бы, там, видно, что там, некий провал, и вообще непонятно, что ожидает нас. Ну, это такой, знаешь, пессимизм такой, на развалину, ну. Или все-таки, как бы, все-таки есть. Ну, на развалину тебе нужно, это, это, специализм. Специалисты-то есть специалисты? Нет, ну, специалисты, может, и есть, ну, ладно, ну, не о специалистах речь. Ну, ты, вот, представь себе, будет, у тебя специалист-философ крупный, что ты с ним можешь сделать? У тебя, единственная, может быть, задача его утилизировать. Ну, это да, ты уже сказал. У тебя нет, нету другой задачи, как у тебя, если у тебя стоит страна, в ней... Задача, чья? А? Чья задача? Ну, всех. То есть, как бы, специалистов, которые, по которым ты говоришь, зачем, ну, общество, я думаю, специалисты такую задачу не ставят. Давай тогда сделаем вывод, да, из своего доклада. Если у вас, то он себя реализует. И из того, что мы обсудили. Получается... А, тот, кому не нравится, как он себя реализует, тот и пытается его... Получается, смотри, следующая дилемма. Значит, получается, что активизм, о котором мы говорили уже, и не на первом семинаре, да, можно разложить на две составляющие. С одной стороны, как бы, активизм какой-то, ну, я не знаю, неправильный, там, какой-то такой утилизационный, да, человек активен не потому, что эта активность кому-то нужна, в том числе и ему самому, да, а эта активность просто от бессилия, да, от невозможности что-то сделать, да. Ты, как бы, находишься просто в ситуации, там, и вынужден, да, но просто у тебя есть потребность что-то делать, и ты, как бы, ну, как... Врожденный потребный человек? Ну, не врожденный потребный человек, у тебя есть образование, у тебя есть, вот, умение, допустим, рассуждать и мыслить, умение говорить, и ты, как бы, вот, эти способности, они требуют некой реализации, и ты пытаешься их реализовать, да. То есть, костерок когда-то зажгли? И ищешь людей, допустим, которые устраивают какие-то игры, или, там, учишь семинары, там, и там участвуешь как-то. Живешь то, что называется интеллектуальной жизнью. Это называется утилизация. Это первый смысл того, что можно было бы назвать активизмом. И второй смысл активизма, который я придерживаюсь, который против Игоревского. Я считаю, что активизм вынужден не из того, что я не могу иначе жить. Я, может быть, мог бы иначе жить. Он состоит в том, что я чувствую себя живым только тогда, когда действую. Пусть это действие кому-то кажется ненужным или глупым. Пусть какая разница тогда? Разница состоит в том, что у меня все-таки активизм экзистенциальный. А у тебя активизм какой-то отчаянный. Нет, он отчаянный, но он экзистенциальный тоже. Ты действуешь, потому что не можешь не действовать. Ты мыслишь, потому что не можешь не действовать. То есть, ты думаешь, разницы нет никакой? Ты тебя научили читать, ты читаешь. Не можешь не считать. Давайте попробуем все-таки разницу найти. Есть разница какая-нибудь? Нет. Ну, конечно... Здесь разница такова, как между жизнью симулякром. Потому что, когда ты все, что действуешь, ты, по сути, понимаешь, что ты занимаешься только воспроизводством некой симуляционной деятельности, в моем смысле. Ты в первую очередь, когда что-то делаешь, это ты занимаешься симуляционной деятельностью, имитационной во многом. А ты хочешь сказать, что твоя деятельность субстантна? Ну, потому что никакой другой деятельности не существует. Ну, вот, есть еще, говорю, что есть вот такая деятельность... Ну, та двоя... Ну, давай, хорошо, давай поговорим об альтернативе, чтобы понять, о чем все-таки речь идет. Альтернатива какая у нас? Альтернатива состоит в том, чтобы быть специалистом, да? То есть быть винтиком в некой другой системе. Строить, да, субстанционально. Но она же не гу... Когда инженеры строят эту ракету, что называется, космическую, то он вроде субстантен в своей деле. Да он может быть субстантен, но он винтик в некой другой системе. Это не важно. Нет, это важно. Мне же вот... А здесь, когда ты занимаешься утилизационным проектом, то ты изготавливаешь определенного рода симулякеры, если можно так сказать. Ты занимаешься симуляционной, имитационной деятельностью, по сути. Ну а как другие... Ты строишь эту ракету в интернете, как бы говоря. Я понимаю, во все времена были всякого рода активизм, вот такой был подобного рода, да? Нет, просто здесь философский вопрос, он состоит в следующем. Ты можешь ли ресурсами своего сознания понять, какой деятельностью ты занимаешься? Вот это интересный вопрос. Можешь отдать себе отчет? И в ее имитационном характере, и в ее содержательном характере. Когда люди, например, по 8 часов в день, с понедельником, все работают, а в субботу, в субботу, в воскресенье ходят при честью. А ходят при честью, они так, как это у нас положено в жизни. То есть едят плоти, вот, то есть едят у камбургера в Макдональдсе, и пьют кофе, вот. Это когда они запивают рукавикол. То есть они вот каждый день посещают храм, то есть галерею Демегу каждую неделю. Там обязательно заходят в Макдональдс. И вот они вот в этом кругу находятся. С понедельника по пятницу работают. Потом посещение храма, то есть в Мяге. И с причастием святых даров в Макдональдсе. Ну вот подобного рода деятельность у нас есть, существует, допустим. Вот это, как мы ее назовем? Это имитационная деятельность, это субстантная деятельность. То есть все-таки мы все-таки перешли бы разговор о подлинности и неподлинности. Да. Такое ощущение, что эта деятельность как раз субстантная, как ни странно. При всем при этом эта деятельность субстантная. А как в подобного рода могу ли я это дело имитировать? Наверное, как-то могу. Непонятно как. С имитацией же ведь тоже дело сложное. Точно так же инженер. А можно... Строит что-то еще, а может имитировать это уже. Имитирует, прикидывает, что он живой. Да это все понятно. Я согласен с тем, что тот, кто имитирует и понимает, что имитирует, он, конечно, это не достоин как-то там, да. Ну, занимается некой... Ну, находится в некой неподлинности, да, он живет неподлинной жизнью. Я говорю о тех, которые действительно активны и считают, что вот их активизм является подлинным. Они, например, проявляют активность не потому, что хотят просто казаться, да, какими-то там. Они на самом деле таковы, как себя проявляют. Они честные перед собой и перед другими. То есть, понимаешь, вот эта грань между подлинностью и неподлинностью, она какая-то такая очень тонкая. Конечно, другой может ему сказать, да ты ерундой занимаешься, ты осуществляешь утилизационный проект. Да, поэтому и проект мой вот с этим, с причастием в Макдональдсе, что называется. То есть, люди совершенно честно думают, что они занимаются некой самостоятельной деятельностью. А другим скажут, ребята, в «Цветых даров» не следует посещаться в Макдональдсе, надо посещаться в другом месте. Не, но мы же со стороны вот оценили, оценили, допустим, вот эти стратегические игры. Нам показалось, что, на меня показалось, что это детская игра, для тебя показалось, что это утилизационный проект. А может быть, люди, которые его организовали, которые в нем участвуют, они серьезно к этому относились, потому что они считают, что это вот дело их жизни. То есть, такого не может быть? Вполне может. А как тогда, может, к чему-то отнестись объективно? Ну, тот факт, что это зависит от того, что ты туда пришел, вот ты пришел туда побаловаться, да, понимаешь, так? А другой человек туда пришел решать судьбу мира. Как мы можем оценить? Вдвое участвуют в одной и той же игре. Как мы можем оценить их участие? Ну, как и сможет. Можем ли мы говорить, что они участвуют в единых правилах? Как и причастие на с Макдональдсом тоже не может. Не может. То есть, все-таки, это всегда можно будет только узнать постфактум, да? Или как? Да не знаю. Может быть, все-таки, это личная есть установка. Вот ты себе, допустим, внушил, что вот есть некие утилизационные проекты, да, и вот, как бы, куда ни придешь, везде обнаруживаешь одно и то же. То, что изначально себе внушил, да, некую установку того, что ты увидишь. Естественно, любая активность, как бы она ни проявлялась, то есть, допустим, даже наш семинар, можно всегда понять, как негативизационный проект. Какой утилизационный проект. Да, все можно. Когда в вторую часть можешь вызвать как философский штук по названию, как утилизационный проект. Да, я понимаю, да. Но с другой стороны, с другой стороны, ведь как бы, как мы подлинность и не подлинность различим? А с другой стороны, может быть, все-таки подлинное, но мы что-то пытаемся сделать реально. Может, это активизм наш искренний, но мы еще туда-сюда... Ну, что, нам больше делать, что ли, ничего? Тратить деньги там, как бы, тратить свое время там, просто приходить и болтать, чтобы что? Чтобы доказать другим людям, что мы, типа, великие философы? Да нет, ну, просто есть же ситуация, когда одноклассники собираются вечером и сидят возле бутылки. А поскольку мы закончили 45-й интернат, мы сидим не возле бутылки, а сидим возле декарта. Ну, а то, что одноклассники собираются, это все-таки здесь, наверное, фактор случайности. Просто никто друг... Приезжали к нам другие люди, не одноклассники, как-то не прижилось, там, не нравится. Что-то им не нравится, не могут за них вписаться. А в конце концов, были и не одноклассники, были там, ну, друг. Время от времени появляются какие-то другие персонажи, там, другие люди, которые не являются никаким образом одноклассниками. Да, они там появляются, они из нашего какого-то общения, там, но тем не менее. Но во многом, может быть, мы и сами виноваты, мы не пытаемся, наверное, как-то там, все продвинуть куда-то там дальше. Не, я согласен с тем, что здесь какая-то присутствует момент рефлексии, да, и когда ты что-то делаешь, ты всегда осмысливаешь это там. Объявляется ли это последним? Не красуешься ли ты здесь? Не красуешься, в том-то и дело, когда ты говоришь о апеллисовном проекте, где здесь красование-то? Красование-то никакого? Нет, ну... А почему такая оценка всегда негативна? Потому что негативная оценка – это ведь оценка. Я понимаю, что если ты был в нейтральной позиции занимал, поговорил, то ли это утилизационный проект, знаешь, такой. То ли это проект, то ли это подлинный проект, то ли не подлинный проект. Как-то вот занимал бы какую-то позицию такую колеблющуюся, да, сомневающуюся. Ты же ведь не сомневаешься в этом, ты просто утвердительно заявляешь, что этот проект именно утилизационный. Но ведь так же, я говорю, можно оценить со стороны любой проект. Ну ладно, будем, в общем, короче, оставить при том мнении, что пока... Ну, потому что это вопрос для другого глобального разговора, который можно поблести, но мы же говорим сейчас о знании ракет. Напоследок, по поводу Игоревых высказываний, хотелось заметить следующее, что получается, что у Игоря странная позиция. Когда человек выступает в некой своей функции, как инженер работает над строительством ракеты, получается, он здесь выступает в своей подлинности. Хотя в своей функции человек выступает всегда в частном образе, не как сам, целиком, а как какая-то отдельная его способность, допустим, способность инженер. И с другой стороны, когда человек хочет выступить в своей цельности, выступить исходя из полноты своих духовных, душевных, разумных способностей, когда он хочет показать себя, осуществить некую свою свободу, реализоваться в неком акте действий, в неких поступках, получается, что когда он это пытается сделать, сразу возникает упрек в неподлинности. Здесь есть некое внутреннее противоречие, вот это противоречие, оно повисает в воздухе, что интуитивно мы понимаем, что есть некая проблема, связанная с тем, что человек, как не специалист, а мир в современном мире требует от всех быть специалистами, что он как не специалист что-то пытается сделать. Мы все являемся любителями философии, хотя это несколько, может быть, не вполне так, но тем не менее. И мы пытаемся заниматься философией. И вроде как нам запрещено этим заниматься. Должны быть какие-то где-то сидят, вот эти инженеры философской мысли, они занимаются конкретными проблемами, они там все знают, все подноготные, читают там с подлинных, подлинных все трактаты и так далее. Им это разрешено, а нам вроде нет. Хотя, может быть, это единственное поприще, а именно философия, где мы можем выступить во всей полноте, во всех полноте своих духовных и душевных способностей. Правильно, нет таких людей. Вся философия вместо нынешней культуры, она всегда чисто утилизационная. Нету вот таких титанов. Но вот есть здесь некое противоречие. Титанов таких нету. С другой стороны, его кидр говорит, что и титанов таких нет. Получается, что в принципе титанов просто стало отстроено. Занятие философией – это способ реализации неглупых людей. Вот это вот как бы последнее замечание. Мы пока эту проблему оставим для того, чтобы, может, в будущем к ней вернуться. А мы уже много передач, передач, говорим. Уже до чего дошло, да? Передач. Мы уже много семинаров посвятили активизму, да? Но вот эта тема у нас теперь сквозным образом двигается. Возможно, в будущем мы выйдем на некое понимание того, что собой представляет активизм в современных условиях. Продолжение следует...